Вождение в нетрезвом виде В 2015 году вступил в законную силу закон номер 528, согласно которому были внесены изменения в нормы уголовного закона об ответственности за совершение правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. В частности, в уголовном кодексе появилась такая статья 264 прим. 1. Нарушение правил дорожного движения лицом подвергнутым административным наказанием. Часть 1 статьи 264 прим. 1 Уголовного кодекса РФ. Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административным наказанием или имеющим осудимость. Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административным наказанием за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования у полномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения. В 2021 году данную статью были также внесены изменения, и санкция статьи была ужесточена. Сейчас водитель может получить реальное лишение свободы сроком до 3 лет лишения свободы с возложением дополнительного наказания в виде запрета заниматься определенной деятельностью сроком до 6 лет. А в случае, если он ранее был привлечен к уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, либо был судим по части 2, 4, 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Рассматривая данную статью, необходимо ответить, что к состоянию алкогольного опьянения также автоматически приравнивается отказ водителя от прохождения медицинского свидетельства на состоянии опьянения. За указанное повторное поведение также предусмотрена уголовная ответственность, где участнику дорожного движения грозит лишение свободы сроком до 2 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком до 3 лет. За 2021 год Нефтекамским городским судом всего рассмотрено 49 таких уголовных дел, где лица осуждены за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Из них к реальному лишению свободы осуждено 14 лиц. Кроме того, все указанные лица лишены права управления транспортным средством на определенный срок. 5 мая 2022 года Нефтекамский городской суд вынес приговор в отношении 47-летней жительницы города, которая суждена по статье 264 прим. 1 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации за управление автомобильным лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотрена статья 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 1 февраля 2022 года в утреннее время женщина была задержана сотрудниками полиции напротив дома 5 по улице Зершинского города Нефтекамска. На законное требование сотрудника полиции пройти свидетельствование она отказалась. Отказалась также от прохождения свидетельствования и наркологическом диспансере города Нефтекамска. При этом она не отрицала тот факт, что употребила спиртное. Подсудимая вину признала полностью. С учетом данных о ее личности, судом ей назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу.